Уважаемые дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. И первого представляю бойца в синем углу ринга. Ему 24 года, рост 189 сантиметров, вес 84 килограмма ровно. Чемпион Ростовской области по ММА. Профессиональный рекорд бойца. Два боя, одна победа и одно поражение. Представляющий город Ростов-на-Дону, Россия. Артёв Кузьмин. А в красном углу ринга белый соперник. Бойцу 24 года, рост 186 сантиметров, вес 84 килограмма ровно. Чемпион Краснодарского края по грепплингу. Чемпион Краснодарского края по свободному бою. Профессиональный дебют. Из города Славянск на Кубани, Россия. Евгений Чернышко. Рофериал ринга Рамазан Гаджи. Что же, уважаемые зрители. Восьмой бой сегодняшнего турнира. Артём Кузьмин, представитель Ростова-на-Дону и Евгений Чернышенко, представитель Краснодара. Ростова-на-Дону и Евгений Чернышенко на Кубани. Значит, оба парня, скажем так, в своём субъекте имеют достижения. По смешанным боевым единоборствам, либо же грепплингу, как Евгений Чернышенко и свободному бою. Что, в принципе, можно сказать, та же смешанная база. Первый раунд. Да, мы видим активное начало с переднего лоу-кика. И с заднего в том числе. От представителя Славянска на Кубани. На что Артём Кузьмин отвечает двойкой и пытается пройти в ноги. Артём Кузьмин уже вроде нащупал свою дистанцию. И начинает попадать. Левая рука прошла, что обеспечило ему возможность пройти в корпус и перевести бой в партер. Сейчас он пытается занять выгодную позицию, начать проводить более активные действия. Коленом опасно. Вышел Евгений Чернышенко из этой ситуации. И ещё раз лоу-кик. Но не уходит он от Артёма Кузьмина. Мы видим, что Артём уже прочитал подобную возможную атаку. И воспользовался контрприёмом. Опять ушёл в партер. В позиции сайдмаунт. Взбивает дыхание Евгению Чернышенко. Активно работает Артём Кузьмин. Пытается Евгений перейти, перевести самого Артёма, но в обратную позицию, сесть сверху. Но и это Артём Кузьмин знает, как предотвратить. И продолжает, продолжает улучшать, так скажем, свою позицию. Пытается сделать захват и провести приём. Надо уйти, уйти надо, крутануться. Да, секундант советует, надо выйти, иначе... Иначе долго так не получится. Скажем, выгодного преимущества в этой ситуации явно нет никакого. У Евгения Чернышенко ему надо действовать. И вот опять он попытался уйти от захвата. Не даёт Артём Кузьмин. Хорошо готов. Чутко чувствует оппонента. Хорошо получается работать ногами. И даёт возможность Артём Кузьмин Евгению Чернышенко встать. Бой переходит в стойку. Где Евгений идёт по заранее намеченному плану. Подустал, конечно, дышит тяжело. Но, тем не менее, выбрасывает лоу-кики. И пытается не дать совершить проход Артёму Кузьмину в корпус. Евгений Чернышко продолжает обороняться. Напомним, что данная формула боя уже трёхраундовая. Приближается последняя минута этого раунда. Мы видим, что бойцы уже, скажем, хорошее количество своих сил потратили. Надо будет восстанавливаться в течение перерыва между раундами. Но иначе нельзя. Плотный бой. И, скажем, хорошее желание победить, не стоять, действовать. У обоих спортсменов. Не смог удержать равновесие Артём Чернышко. Евгений Чернышко попал Артёму Кузьмину по голове. И теперь он пытается задушить Артёма. Всё-таки Артём и в этой позиции переводит Евгений Чернышко на пол. Последние 10 секунд данного раунда. Очевидно, раунд Артём Кузьмин забирает. Скорее можно сделать вывод, что Артём Кузьмин более технически подготовлен, нежели Евгений Чернышко. Но Евгений Чернышко при этом физически подготовлен неплохо, что позволяет ему противостоять сейчас. Несмотря на какие-то технические пробелы. Прайм Селекшн уже не первый год проходит этот чемпионат. И достаточное количество представителей Краснодара уже становилось победителями Прайм Селекшн. Например, Гога Шаматава. Аркадий Лисин. Гога Шаматава ныне представляет клуб Виктория. Аркадий Лисин, клуб Ермак. Гога Шаматава сегодня немного голос потерял, поэтому мы ждали его в гости. Послушать о, скажем так, предстоящих планах его. А тем временем Евгений Чернышко строго по разработанным чертежам идет. Он решил, что ему нужно создавать преимущество, отбивая ногу Артему Кузьмину. И мы видим, что действительно он в нее попадает. У него очень серьезные потеки уже в Артем. Артем, понимая это, наверное, не хочет с ним работать в стойке. Получается, что ему надо идти в борьбу. Он активно достаточно пытается пройти, что ли, на Евгения Чернышко. Провести какой-то прием, чтобы закончить этот бой досрочно. Мало действий, мало действий. Спортсмены уже достаточно много сил потеряли. Ведь только начало второго раунда. Артему нужно активнее работать, конечно. Недостаточно ударов не хватает, которые могли бы сбить дыхание. Что ранее Артем делал? Теперь Евгений Чернышко демонстрирует грамотный уход, скажем так. И контратакует руками. Пытается выбраться из этой позиции. Не дать Артему Кузьмину. Не дать. Надо забирать. Надо забирать инициативу. Идет очень плотное противостояние. Устал Артем. Ну а устал и Евгений. Вообще интересно, конечно, какому-то спортсмену проще обороняться. В том плане, что он более комфортно себя чувствует. Мы знаем представителей школы крэплинга, школы бразильского джиу-джитсу. Ведь сколько могут провести в партере времени эти ребята, которые чувствуют себя на спине. Скажем, хозяин и положение. Некоторым бойцам напротив именно. Атаковать сверху. Давай соберись, Тёма! Более, скажем, привычно. Устали. Устали бойцы. Но Евгений Чернышков выглядит посвежее. Много сил потерял Артем Кузьмин. И пропускает ногу. Он понимает, что удар по ноге надо обязательно забирать ударом с руки. Ему надо, надо. Ловит его ноги Евгений Чернышко. Попадает очередной лоу-кик. И ещё один Артём идёт в ноги. Понимает, что сил недостаточно. В борьбе этих сил тратится больше, чем в стойке. Но у него шансов особо не остаётся, потому что не получается в стойке у него противодействовать Евгению. Евгений просто напролом идёт со своим единственным, можно сказать, ударом. Артём пытается, последняя минута пошла, пытается как-то поменять хоть поединка. Потому что кажется уже, что Евгений Чернышков переламывает. Изначально преимущество Артёма. Он забирает инициативу. Бойцы по возрасту одногодки и антропометрия у них схожа. Здесь, скажем так, персональный опыт больше, наверное, преимущества даёт. Они физически примерно равны. Евгений всё-таки, наверное, получше готов физически. А вот Артём, на мой взгляд, лучше готов технически. И вот здесь, что он больше возьмёт, так скажем, что больше выстрелит. Потому что сил не остаётся у ребят уже. Техника или сила. Да, мы видим в углу, что Артём даже разговаривать не может. Евгений, в отличие от него, делает это спокойно, но и дышит тяжело. Несомненно, бой трудный. Несомненно, конкуренция сильная. Дело идёт к третьему раунду. Значит, мы сегодня увидим, как бойцы готовились. Десять минут они провели в ринге. Заткучающая пятиминутка покажет, кто дорабатывал, кто как выстраивал тренировочный процесс. Как мы знаем, самовыносливость – это неотъемлемая часть успеха в подобных боевиках. В финале. Чернышко идёт в атаку. Бьёт, бьёт туда же, куда и бил все два раунда. Артём пытается выждать. Возможно, он хочет, чтобы Евгений устал. Возможно, ему надо, конечно, найти именно тот шанс, где он сможет. Он сможет уже наверняка заканчивать, наверняка какую-то комбинацию использовать или провести приём. Но Евгений не останавливается и пропускает встречный удар. Артём идёт. Вот, возможно, это и есть тот шанс. Он идёт вперёд. Он хочет добить. Оттягивайся, оттягивайся. Да, сил бить уже не осталось. Минута завершающего раунда позади. И остаётся лишь хотя бы показывать активность. Умело Евгений Чернышко вышел. Воспользовался замешательством Артёма Кузьмина. И не успел, скажем, встать. Но, тем не менее, видно, что сила у него ещё осталась. Артём берёг, берёг. И сейчас опять завяз. Опять начал тяжело дышать. Бить ещё! Ещё бить! Бить корпус левой рукой, вытаскивай руку. Вытаскивай руку левую. Бить, бить ещё! И минуты! Левую руку поставь! Достаточно пассивно, конечно, ведётся схватка. Пытается Евгений выбраться из сложившейся ситуации. Ему, конечно, это не идёт в актив, потому что он, можно сказать, в прогрешной позиции. Возможно, даже пытается провести болевой приём, так называемый, кимуру. Старается руку поймать в замок. Да, подсказывает, что нужно отжимать ногами, нужно всовывать туда колено. И... Левая ручка, левая. Давай, бить! Левая ручка, бить, бить левая рукой! Пойдём, бить, 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 бить! Накоди, накоди, бить, 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 бить! Остаётся 2 минут до окончания поединка. Левая ножка! Бойцы уже с трудом какую-то активность проявляют. Но, тем не менее, создаётся впечатление, что... Не лошись, бить надо! Экономят силы они, так скажем. Грамотно экономят силы. Не тратят их попусту. Встаёт. Евгений Чернышко встаёт. И опять Артём Кузин переводит его вниз. Аккуратно, Саня. Залазите, залазите! Всё, работайте! Обсядь, Вася! А, конечно, Евгений уже хотя бы удерживать надо Артём. Если уже не получается выйти из этого положения, что он пытается сделать? Стой, право, пьет! Ещё минута осталась. Какой непростой поединок. Тяжело парням. Тяжело очень. Но надо, надо. Концовка. Концовка должна быть. Здесь сейчас решается, возможно, исход этого поединка. Вставай, Тёма! Вставай! В уголы! Вот, Евгений Чернышков получает замечание. Тёма, вставай! Есть несколько секунд отдышаться обоим спортсменам. И последние 38 секунд, которые мы видим на экране. Очень всё тяжело, очень тяжело. И опять, и опять лоу-кик. Как это всё, как это всё эффективно в данные минуты. Даже секунды, я бы сказал. Не даёт Артём. Всё равно Артём переводит в партер. Не даёт доработать, не даёт добить всё-таки себя. Он понимает, что здесь до нокаута недалеко. Последние 10 секунд. Надо показывать активность Артёму. Но, тем не менее, Евгений как-то в этом раунде себя проявил. Вставай! 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 Тяжело очень встаёт Артём Кузьмин. Бойцы друг друга благодарят. Да, это можно сказать прямо-таки. Боевое крещение было. Для Евгения Чернышко. Хороший дебют. Не дал он, не дал себя. Превзойти не дал. Всё-таки очевидного не было. Хотя у Артёма, видно, проседает. Техническая составляющая лучше, а вот физика проседает. Функция. Ну, значит, что? Значит, всегда есть над чем работать. Всегда есть куда расти, развиваться, в каком направлении. Главное делать работу над ошибками. Выявлять их, собственно говоря. Без этого роста не будет. Евгений Чернышко всячески показывает, что он ещё бы один раунд провёл. Да, правильно подсказывает тренер, чтобы узнал. Руку пожать в углу у своего оппонента. Этика, вежливость спортивная. Она прежде всего. Люди выходят на арену спортивную. Это всё спорта, не мордобития. Перучи, это спорт. Хотели сегодня, конечно, может, лошадь Гугу Шаматал. Сколько нам известно, да, то есть сейчас Гога у нас планируют поединки уже в других организациях. Он является чемпионом Prime Selection 2015 года. Легчайшим весом. Также он является чемпионом мира. По версии GFC. Артём Кузьмин победил в данном поединке. Всё-таки, да, техника дала своё, и они оценивались в большей степени, ты так понимаю, эти действия. Что? Ещё хочется сказать. Гугаша, Маттава начал свой путь-то спортивный с футбола.